Нет, у меня просто еще вопрос по поводу Grail, что так про GVM, говоришь про GVM, а Grail и WebAssembly, что там есть, просто питон играет, точно работает. Вот я, честно говоря, сам плюсовик и больше реверсер, я, ну, как бы, с Grail знаком плохо, но ребята, которые исследовали для меня в нашей компании, они пришли к поводу, что лучше использовать именно такую схему в WebAssembly, трансляции в GVM. Там же Grail будет по-новой стейке, OVM, биткот, можно запихивать. Можно быть, вот, к сожалению, я на этот вопрос ответить не смогу, потому что... Да, еще можно отвечать на вопрос, был вопрос первому закладчику про стринг-пол, его нету, то есть все стринги, которые мы определяем в Data-секции, они просто напрямую в WebAssembly, на нашем подходе, они копируются в память, в бандюшер. То есть никого такого виновата, стрингового состава компьютерного. А, слушай, зачем подсчет газа вообще? Хоутинг проблем, ну, типа, проблем остановки. То есть пользователь может зацепить из какой-нибудь программы, которая никогда не останавливается, либо запустить какую-то ошибку, либо еще что-то. Плюс иногда есть такая модель, что пользователь может чаржить клиентов, которые пользуются его кодом, за продолжительность выполнения команд. Ну, в смысле, вот... Ну, это вообще у нас газ, это не терпел? Да, это не терпел, это наша дверная газ. Ну, да, там еще и с фамом бороться, всякое такое. Вот вопрос, на самом деле, ну, мне кажется, суперочевидный вопрос, который я с вами не додал, но, в общем-то, а почему бы не писать свою виртуальную машину, ну, как бы, почему бы, допустим, ну, вот просто вот пример, да, вот в парете мы вообще не столкнулись с этой проблемой, мы не столкнулись с идеей, потому что, потому что мы сейчас сами написали, ну, у нас какие-то... Ну, у вас, у вас в АСМИ, да? У нас сейчас в АСМИ, да. Это не может быть интерпретатор. По сути, у нас, да, у нас все... Вот если посмотреть на АСМИ, АСМИ — это вот это вот серое... Да-да-да. Серый парк. Да-да-да. Но, в принципе, да, то есть... Я же на вас отправил. Именно поэтому я и задаю вопрос. Именно поэтому я задаю вопрос. Для меня я не вижу никакой проблемы, то есть, теоретически, я не вижу большой проблем, чтобы отказаться от ВАСМИ на этом месте, то есть вот нашей виртуальной машины, и взять, заменить ее чем-нибудь, например, в АСМИ, да? Или... А вопрос такой, почему мы привязываемся к GVM? Ну, да. То есть вот я просто знаю, почему это приведет к этой проблеме. А вот T, например, да? ВАСМИ имеет одну большую жирную проблему, что можно заспамить... Ну, это же... Ну, это же бомбы... Ну, тогда вы решаете эту... Как она решается вообще этот подход? Не правильно, но если перевести на... Ну, чтобы не вытвоем, а еще... Написан был свой... В парике был написан свой интерпретатор для того, чтобы там просто не допускались недотерминированные вещи. Недотерминированные, которые на разных платформах могут по-разному давать разные результаты. Нет. Ну, опять нужен один. Нет. И три про то, что нет, ребят? Окей. Неправильно понял. Ладно. Я попробую ответить так, как я понял вопрос. А понял я вот так, что... Почему бы нам не взять и не написать... Во-первых, как я понимаю, это было два вопроса. Первый вопрос, как говорил Сергей, почему бы мы вот... Не взять и не написать свой интерпретатор. А второй вопрос, почему мы вот привязываемся к GVM? То есть у нас там GVM, на самом деле, многое завязано. Да, мы к нему привязываемся, но в будущем мы хотим быть более-менее свободными от него. Мы даже рассматривали возможность перейти вот на WFN. Вот. Но на самом деле GVM настолько хорошо работает, GVM-овский, что как бы пока real-time... То есть мы пока не уперлись вот в производительность именно виртуальной машины по сравнению с сетью. То есть сеть дает нам консенсус намного большие задержки, чем производительность виртуальной машины. Но это не потому, что у вас ноды на скале. И это еще одна причина. Так, хватит на скале, но это жирно. То есть да, у нас ноды написаны на скале, на самом деле. Вот, и... Да, да, как бы здесь написано. И у нас... Чем хорошо GVM, потому что мы класс-файлы сгружаем в адресное пространство ноды без всяких IPC. То есть у нас все находится в одном адресном пространстве и все очень быстро. Из-за этого. На каждую жанру безопасности. Обязательно. Классность — это отдельный хороший вопрос, и я готов к нему ответить после... В баре. Я присоединяюсь. Друзья, спасибо большое. Давайте... Это был последний вопрос. Просто уже довольно поздно. И бар закрывается через два часа. А-а-а! А что за бар? Это этот бар закрывается. Это прямо здесь, как выйти на улицу. Пройти на прав... Ну вот, после проходной.